Меня зацепило, что несколько человек приходили и проголосовав, выходили, показывали вал и спутники их фотографировали, то есть предоставлялся куда-то отчет. Фотоотчеты наблюдатель Татьяна пыталась заснять на свой телефон. На подответственный ей участок в советском районе один за другим тянулись молодые люди. Голосовали быстро, на месте обязательное фото. Его назначение не отрицала и сама молодая избирательница, с которой Татьяна пыталась поговорить после. Он голосовал своим голосом, своим паспортом по указанию кого-то, да? И вы сейчас им предоставляете отчет письменный? Запретить я не могу. Кто и что не запрещал сотрудникам на этом видео из Зеленой Рощи, непонятно. Видно только, что какие-то женщины стоят перед Каибом и запихивают в него бумагу, похожую на бюллетени. А вот стеночка из Ростова-на-Дону и админресурс Новгородской области уже стали классикой этих выборов. Премьера сегодня у Саратовской области. Там аналитики собрали цифры со всех участков и по странному совпадению больше, чем на сотни пунктов для голосования, до десятых долей процента совпал результат партии власти. Волшебное число 62,2 быстро получило объяснение в сети. Якобы цифры Единой России подгоняли под 40%, правда исходили из стопроцентной явки. От того количества людей, что все же пришли голосовать, как раз желаемый для партии власти результат 62,2. На данный момент, к сожалению, равнодушие распространялось как на явку, так и на результаты выборов. То есть, ну, люди, к сожалению, привыкают к тому, что выборы фальсифицируются. Это очень плохо. Это очень плохо сказывается на легитимности избранной власти. Чтобы выборы были честно посчитаны, нужно, чтобы на каждом участке были наблюдатели, и чтобы каждый сброс фиксировался и наказывался. К этому дню в Центральную избирательную комиссию поступило 331 жалоба. Это примерно вот такая кипа бумаг. Причем убедительными сочли только 9 обращений на 9 участках. Результаты аннулировали и решили, что в целом для страны это не так уж и важно. Но люди, которые ходили голосовать с принципом «чуть-чуть не считается» не согласны. Если посчитать в масштабах страны, тут чуть-чуть, там чуть-чуть и там и там, то это будет как раз половина. Кто проплатил эту половину, выяснять не планируется. Уголовные дела сейчас заведены на исполнителей, а не на тех, кто перевел. Все эти «чуть-чуть не считается» на свой электоральный счет. Екатерина Кошучик, Николай Чистяков. Новости ТВК.